Ну вот мы и встретились вновь. Надеюсь, вы скучали. Кто на наш канал подписан достаточно давно и следит за выходящими на нем роликами, может помнить, что почти год назад мы делали обзор на атмосферную point-and-click драму Little Kite. Возможно, кто-то из вас сейчас захочет с ним ознакомиться или пересмотреть, и мы это предвидели. Поместили для вас ссылочку на экран и в описании. Помнит о том обзоре, как оказалось, и автор игры, так как недавно он связался с нами, чтобы предложить сделать обзор уже на сиквел. Repentant или Раскаившийся. Очередной point-and-click квест от Анатолия Коваля, а.к. Анате Студио. Автор вновь выступает и в роли сценариста, и в роли художника, и программиста тоже. Человек-оркестр, что тут скажешь? Аплодируем стоя. Я серьезно. Сюжет сиквела стартует через три года после трагичных событий оригинала, и в качестве главного героя нам достается главный злодей первой части, если его можно так назвать. Тот самый спивающийся отчим Олег, который пренебрегал пасынком и жестоко обращался с женой Машей, глав-героиней Little Kite. Собственно, существование сиквела и обзор на него уже сами по себе спойлер, поэтому если для вас это вопрос принципиальный, даю вам время выключить обзор и идти проходить Little Kite. Поверьте, он того стоит. Потом возвращайтесь сюда, будем рады вам. Окей, для всех остальных продолжаем. Очевидно, что семья такого обращения более не вынесла и выкинула никудышного отца и мужа из своей жизни. Разом став чужим и нежеланным, осознав содеянное, Олег всеми силами пытается все вернуть, но Маша отныне глуха к его словам. С горя он все чаще и истовее прикладывается к уже ставшему ненавистным, разрушившим его жизнь алкоголю. И вот такого почти сломленного и отчаявшегося случая сводит его с молодой девушкой, которую нелегкая судьба толкает на преступление. И на этом я, пожалуй, оставлю место для интриги. Данным сюжетом автор дает понять, что даже негодяй в конечном счете имеет право на второй шанс, но у него будет своя цена. Сразу после заставки, повествующей о том, что игра создана на движке Юнити, в меню нас встречает великолепная фоновая музыка, атмосферная и интригующая. Уже там вы увидите, что по умолчанию стоит английский язык, однако игра также локализована на русский, украинский и почему-то голландский. Может соглашение с каким-то голландским издателем у автора ХЗ не уточняли. И, между прочим, теперь диалоги в игре неплохо озвучены, но, увы, только на инглише. Кстати, Олега все так же называют Оливером в английской версии, единственное имя в игре, претерпевшее столь странную замену, по неясным нам причинам. И теперь в русской версии на экране мы видим Олег, а в озвучке все равно слышим Оливер. Вот такие дела. Прямо в меню есть пункт предыстория, где вам сжато одним абзацем расскажут, что произошло в Литл Кайт. Хотя, я, пожалуй, слукавил. Не расскажут, ибо написанное там больше смахивает на анонс предыдущей игры, а-ля замануха. Покупайте и узнаете, что было до. Впрочем, автора тут не за что винить. Как и прежде, радует приятная визуализация окружения персонажей. Рисованные катсцены, а-ля Макс Пейн, тоже никуда не делись. По-прежнему дешево и со вкусом создают необходимую атмосферу. Управление и прочие нюансы геймплея также особых изменений не претерпели. За исключением опции подсвечивания активных предметов, объектов и зон взаимодействия. Теперь она ограничена по количеству раз использования. А жаль, для тех, кто не привык к поинт-эн-клик квестам или не любит долго ковыряться с головоломками, это может осложнить прохождение. С другой стороны, головоломки не сложные. Ограничение это к тому же можно обмануть, загрузив чекпоинт. Да и вообще, курсор меняет цвет при наведении на активную область, так что не заплутайте слишком-то. И вновь творение на Т-студио проходится на одном дыхании. Правда, на этот раз не только благодаря пресловутой атмосферности и драматическому сюжету. Если Литл Кайт показался нам недлинным, то Репентант вообще крошечный даже по сравнению с ним. Он больше похож на сюжетное дополнение к оригиналу, нежели на полноценный сиквел. В его описании указано, что знание предшествующих событий не обязательно для комфортного прохождения. Но в таком аспекте Репентант теряет часть смысловой и эмоциональной нагрузки. Впрочем, все равно оставляет сильное впечатление своим сюжетом и концовкой. Отчасти ожидаемой по ходу событий, но от этого не менее трогательной. Лишь продолжительность, пожалуй, единственное, что огорчает. Ждешь чего-то еще, ждешь дальнейших событий, но в какой-то момент вдруг остро осознаешь, что это все. Конец. И для сюжета игры, и для главных героев. Вердикт ожидаем. Как и Литл Кайт, данный продукт действительно неплох и стоит. Как своих денег, так и потраченного времени. Маст хэв для всех, кому не чуждо сопереживание. И нравится неспешный геймплей по интен клик квестов. Мы с интересом будем ждать новых игр маэстро Анатолия. И, возможно, почему бы и нет. Увидим еще продолжение этой грустной истории. А с вами на этом прощаемся. До новых встреч в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok